Всем привет! Это полезная программа. И это значит, что в ближайшее время вы точно проведете с пользой. Весна. Время любви. Тот, кто одинок, пытается найти свое счастье, а тот, кто нашел, радуется ему. Но это не всегда удается. По статистике, половина браков распадаются. Причины разные, бывают весьма деликатные. Как избавиться от одной из них, давайте узнаем в нашем следующем сюжете. По статистике, каждая третья женщина страдает от такой болезни, как пролапс гениталий или простым языком – опущение органов малого таза. Многие пациентки стесняются этой проблемы, предпочитая не обращаться к докторам. Но последствия такой нерешительности могут быть самыми плачевными. Чаще всего с этой болезнью сталкиваются женщины после 40. Симптомы проявляются в проблемах с мочеиспусканием, в хронических ноющих болях в пояснице и внизу живота, в ощущении неудобства при сидении, в ощущении инородного тела в области промежности, в отсутствии удовлетворения при половых контактах, что, как правило, ведет к психологическому напряжению в супружеской паре. К нам обращаются пациентки тогда, когда возникает разлад в семье, в связи с этой проблемой пролапса гениталий, с ними распадаются, соответственно, обращаются с этой проблемой. После того, когда мы это все восстанавливаем, есть шанс нормализации личной жизни пациенток. Каждой пациентке гинекологического отделения доктора назначают индивидуальное лечение. Существуют различные методы проведения операции по коррекции пролапса передней и задней стенки влагалища. Подобное оперативное вмешательство длится около часа. Пациентка находится под анестезией, поэтому никакой боли не ощущает. Альфиат Росницкая попала сюда через два года после вторых родов с проблемой опущения органов нижнего таза. Качество жизни во многом ухудшает моя болячка, так как это небольшое недержание мочи, это в интимной жизни дискомфорт. Уже в роддоме я почувствовала, что со мной не все в порядке. Врач сказала, откормишь ребенка грудью год, потом год подожди, пока он подрастет, чтобы на руках нельзя тяжелое таскать. И вперед на пластику. Операция прошла успешно. Уже на второй день, признается Альфиат, смогла ходить. И сейчас чувствует себя в порядке. Послеоперационный процесс восстановление занимает 7 дней. В дальнейшем женщинам, перенесшим подобную операцию, врачи не рекомендуют поднимать тяжелое. Но нашу героиню это не пугает. Ведь для этого у нее есть мужчина, который всегда рядом. В гинекологическом отделении Дорожной клинической больницы широко применяют оперативные методы коррекции пролапса с использованием различных модификаций. В результате пластического оперативного вмешательства улучшается качество жизни современной женщины. Телефон круглосуточного контакт-центра 229-22-22. Мне часто говорят, Егор, тебе так повезло с работой. Съемки, путешествия, яркие события, новые знакомства. Друзья, у меня правда очень интересная работа. Но и у вас есть возможность присоединиться к нашей команде. Прямо сейчас мы расскажем, какие возможности открываются перед сотрудниками отдела продаж. Это телевидение. Красиво, правда? Каждый из нас когда-то понял, что ничего интереснее просто не существует. При этом многие пробовали соскочить, но обязательно возвращались обратно. А это Андрей Дунаев. Он молодец. Еще такой молодой, а уже ветеран эфира. И сейчас он расстроен. Ему сильно не хватает менеджеров по рекламе. Порадуйте, Андрей. Приходите к нам. На самом деле я просто не знаю другого, более короткого пути для того, чтобы попасть в работу на телевидении, попасть в хорошую компанию, заниматься интересным делом. Если вы приходите в отдел продаж и даже не умеете продавать, и не знаете, как это делать, мы обязательно вас научим. У нас есть специальные курсы, у нас есть тренинги, которые проходят регулярно. И те люди, которые приходят уже очень через короткий срок, добиваются весьма ощутимых результатов, в том числе и материальных. Так что желаю вам прийти к нам и оказаться в нашей хорошей компании. Что конкретно мы предлагаем? Создавать телепроекты вместе с нами. Общаться и дружить с самыми интересными людьми в городе и крае. Работать на самых статусных событиях. В конце концов, творить телевидение вместе с нами. При этом бояться отсутствия опыта не надо. Ведь все мы когда-то начинали. Поэтому новичков здесь не обижают, а наоборот. Если мы приходим продавать какие-то информационные услуги, технологии, рекламу, например, на радио, телевидении, в печатных источниках. Вот это как раз самое то. Что? Рынок очень динамичный, рынок очень быстро меняющийся. Плюс информация быстрее до этих рынков, в силу этого быстрее до этих рынков доходит. То есть они такие на пике острее. С этих сфер потом дальше, если двигаться по другим направлениям, двигаться гораздо проще. Телевидение – это даже не школа, а целый институт. Здесь вас научат разбираться в экономике, рекламе, бизнесе, его продвижении. Ну и, конечно, самих телекоммуникациях. Есть еще один бонус. ТВ-специалисты никогда не стареют духом, сколько бы ни проработали. Год или всю жизнь им всегда 23. Наши двери открыты для всех. Присылайте резюме по этому адресу. А если есть какие-то вопросы, звоните. Мы всегда найдем время ответить на них. И помните, ваш единственный враг – ваша нерешительность. Смелее. Дорога ведь, как известно, осилит идущий. Это была полезная программа. Проводите свое свободное время с пользой. А еще больше полезной информации можно найти на нашей страничке ВКонтакте. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова